Украинский парламент принял государственный бюджет на 2018 год. Внимание к этому факту было приглушено внешними событиями, проходящими в столице. Михаил Саакашвили, грозившись сигануть с крыши дома, где проживает и куда пришли СБУшники. Потом им же организованный Майдан, неподалеку от здания Верховной Рады. Ну, словом, уважаемые соотечественники, мы были увлечены очередным шоу вместо внимательного разбора документа, который определяет наш уровень жизни на будущие 12 месяцев. Понятно, большая часть бюджета отошла силовикам. Это сумма в размере 169 миллиардов гривен, что на 23 процента больше, чем в прошлом году, в результате чего доля расходов на силовые ведомства в бюджете вырастет с 16 до 17 процентов. Почти 66 миллиардов освоят подчиненные Арсена Авакова из Министерства внутренних дел и привыкающих к ним структурам. Не забыли о службе национальной безопасности, 7,7 миллиарда. Генеральная прокуратура тоже не обделена вниманием. Ее бюджет составит без малого 7 миллиардов гривен. Теперь о социалке. Министерство социальной политики получит 150 миллиардов. Ключевой статьей расходов здесь станет пенсионный фонд, куда планируют направить 139 миллиардов гривен, что на 4,2 процента больше, нежели в году уходящем. Но тут стоит добавить еще несколько цифр. За 10 месяцев 2017 года инфляция составила почти 15 процентов. Перспектив снижения инфляции пока не наблюдается. Следовательно, ожидать какого-либо видимого влияния на благосостояние отдельно взятой украинской семьи не стоит. Речь понятно веду не об олигархах. В тот же день, когда парламент обсуждал главный финансовый документ страны, в том числе и повышал себе заработную плату, вот что происходило в Одессе. Одесское госпредприятие, институт лазных болезней тканевой терапии имени Филатова попросил городские власти о льготе по плате за землю. Этот вопрос обсуждался 8 декабря на заседании бюджетной комиссии. Зам. директор института сказала, что предприятие обеспечивается изгод бюджета, внимание, на 36 процентов от необходимости. В начале года мы вообще были на грани закрытия, начали сокращать людей, хорошо, что внесли изменения в бюджет и мы исправили эту ситуацию, подчеркнул представитель института. Было отмечено, что институт не может предоставлять платные услуги гражданам Украине, соответственно у предприятия нет доходов. Сумма льготы составляет 741 тысячу гривен на 2018 год. Эти деньги хотят направить на хозяйственную деятельность института. Предварительно комиссия одобрила этот вопрос, но не голосовала, так как не хватило кворума. Оборона понятно святое дело. Ну к чему столько тратят на силовые структуры, когда не хватает денег на социалку и медицину?